Музыка Общение – важнейшая часть человеческой жизни. В последнее время мы все больше времени тратим на неконструктивную болтовню в интернете. То есть и есть нужные и ненужные разговоры, ненужные споры с троллями в сети. А прекрасный пример конструктивного диалога произошел в минувшие выходные в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Губернатор нашего города Александр Беглов провел прямую линию, в ходе которой ответил на самые острые и злободневные вопросы, которые волнуют петербуржцев. Разговор длился более двух часов. И Александр Беглов пообещал, что ни одно обращение не останется без ответа. Давайте вспомним, как это было. Пояснительная бригада выехала. Здравствуйте, товарищи! Итак, какие вопросы волнуют горожан? Это комплексное развитие территории, метро, развитие транспортной системы, строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения, утилизация мусора, реформа ЖКХ. Вопросов много. И это прежде всего говорит о том, что люди верят власти, знают, что губернатор выполняет свои обещания, и что если сказал, что все обращения будут рассмотрены, значит, так и будет. На все вопросы в прямом эфире ответить было невозможно, ведь только за последнюю неделю в правительство поступило более трех тысяч обращений. А это значит, что у чиновников начинаются горячие деньки. По итогам прямой линии губернатор уже раздал несколько важнейших поручений. Одной из главных тем стал ввод в строй проблемного жилья. Александр Беглов дал поручение городскому комитету по строительству разобраться с недобросовестными застройщиками и установил срок. Последние проблемные объекты должны ввести в строй в следующем году. А председателю комитета по транспорту практически сразу пришлось выехать в Адмиралтейский район. Откуда поступила масса вопросов по поводу организации парковочных мест? Что и говорит, система парковок еще далека от совершенства. Можно было бы замолчать проблему, но губернатор распорядился немедленно реагировать на просьбы граждан. И вот чиновники уже в полях. К слову, следующая прямая линия уже пройдет при участии вице-губернаторов и глав профильных комитетов. Эта опция позволит решать вопросы сразу. Кому-то по горячим следам дать поручение. Кого-то заставить напрямую отвечать перед горожанами за свою не до конца выполненную работу. Да, формат прямой линии должен стать регулярным. При этом тему каждой беседы горожане смогут выбирать путем голосования. То есть, одна тема, особо важная для города, будет доминировать в разговоре. А чиновник, ответственный за решение проблем, будет держать отчет не только перед губернатором, но и перед всем городом. Поднимались в ходе прямой линии и другие, более глобальные вопросы. Например, о финансировании строительства метро в Петербурге. Губернатор заявил, что к 2025 году сумма на строительство подземки увеличится до 55 миллиардов рублей. Планируется покупка нового оборудования и наращивание темпов возведения объектов. Участники прямой линии узнали, что в настоящее время в работе 19 объектов. А до конца 2024 года планируется открыть три станции. Это Горный институт, Юго-Западная и Путиловская. Были вопросы от горожан и про развитие объектов социальной инфраструктуры. Особенно школ и детских садов. Глава города отметил, что дефицит подобных учреждений, накопленный за былые годы, сокращается стремительно. Однако, работа в этом направлении, разумеется, продолжается. Бюджет Петербурга, который теперь превышает триллион рублей, позволяет увеличивать темпы строительства. Итоги прямой линии губернатора Санкт-Петербурга еще долго будут мелькать в лентах новостей. И это свидетельство того, что состоялся откровенный и, что важно, позитивный разговор главы города с жителями. И мы будем следить, как чиновники будут отрабатывать поручения губернатора, которые им, по сути, передали сами петербуржцы через формат прямой линии. Всех обнял.